Пару лет сейчас идёт. Вот, и, ну, обычный путь — это то, что ты пишешь пьесу, и дальше её начинаешь слать по конкурсам, потому что это, ну, такой наиболее простой способ быть замеченным для пьесы и для автора, собственно. И вот, значит, ты... У тебя есть лист этих конкурсов, есть дедлайны, и ты их начинаешь слать. И дальше уже там как получится. Но процесс он такой, в общем-то. Но эта-то пьеса была написана как раз под конкурс, как я понимаю. Там же было задание, вот это вот. Нет? Не под этот, не-не-не. Просто там вот этот вот раздел «Жизнь замечательная». Ну, оно просто попало так удачно, да. Нет, оно написано раньше было, и... Ну, оно послалось на много конкурсов. Оно выиграло Евразию у Калиды. Он поставил эту пьесу у себя в Екатеринбурге, и... Ну, вот еще там было несколько шорт-листов, и... Вот один из них был сходным событием. Он уже поставил ее, да? Он уже поставил, да. А, черт! Можно советы спросить. Нет. Вы видели постановку? Я нет пока что, потому что он поставил ее в феврале. Вот, я думала прилететь весной, но все накрылось, и поэтому я пока что все вот жду. Ну, я видела какие-то кусочки видео, я видела фото. Это такая очень, конечно, его версия, но оно там интересно выглядит. Вот. Ну, вот есть вот это вот. А как вы относитесь к изменениям режиссера вот в вашем... в вашей пьесе? Да нормально, в принципе, отношусь, потому что это всегда происходит, и было бы странно, если бы этого не было, если честно, потому что, ну, у всех, во-первых, твое видение какое-то... В принципе, драматурги в целом, и я в частности, плохо относятся к дописыванию. Вот, сокращать можно, а дописывать это лучше как бы попросить автора, чтобы дописал он, если что-то надо. Просто бывают иногда какие-то случаи, когда режиссеры начинают дописывать сами, и это прямо выпадает. И вот, но в целом, на самом деле, все же готовы, там, если надо что-то добавить, то это можно сделать. А сокращение это, это прям норма. Да, да. Ну, вот. Помню, где я это слышала, читала, уже неважно, идет такой поток информации, что уже как-то сложно, да, и какой-то говорил, что, то есть, меня как ножом режут, я борюсь до последней точки и запятой. Нет, я вот не такой автор, потому что, ну, это бессмысленно, мне кажется, потому что, в любом случае, это, каждая версия, она же делается под актеров, под режиссера, у кого-то, там, акцент на этом будет, у кого-то на чем-то другом, ну, как можно, вот, вот, мне кажется, это совершенно бесполезная трата нервов со всех сторон, потому что, ну, а чего? В полном виде всегда пьеса есть, вот, как текст пьесы, а дальше уже... Ну, она действительно очень напоминает потом исходный материал. Ну, то есть, да, в общем, похоже. Ну, ну, да, мне кажется, очень, ну, как-то неправильно зацикливаться на том, что это должен быть вот, вот прямо слово в слово текст. Ну, зачем? Он может быть, конечно, и слово в слово, это прекрасно, но, как бы, если надо что-то там вырезать, что-то поменять местами, ну, можно. Почему же нет? А почему Барбет и Кокто? Вы вдохновила эта история? Как вы пришли? Почему не было найти красоту? Я увидела это фото Манрея, мне как-то стало любопытно, кто это такой, вот, я полезла гуглить, там, естественно, вывалился Кокто тут же в связи с... Вот, ну, как-то я стала об этом читать много, и мне показалось, что это очень интересная история, что ее как-то можно сделать, вот, ну, не как историческую вещь, а как что-то такое на стыке современной истории и вот этой вот всей исторической части, которая там есть, и которая такая более-менее достоверная, и там основана на документальных источниках. Я поняла все в вашей пьесе, по крайней мере, я поняла, я думаю так, что я поняла, но я не поняла только одного, и мне это очень интересно, это действительно идет уже от каждого человека, что именно вы нашли в этой фотографии, то есть, что именно захватило, вот вы можете вот свои... Ну, она мне очень как-то понравилась, ну, потому что это такая... Ну, как объяснить, вот, вот, потому что это действительно очень странное сочетание мужского и женского, и, ну, такое, в общем, удивительно гармоничное его случай, что бывает, мне кажется, довольно редко, ну, вот в этом, жанре, и, ну, вот как-то она мне просто понравилась, эстетически, эта фотография. Гармоническая, если повторить, да, гармоническое сочетание женского и мужского. Да, 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 потому что это, ну, вот он как-то так это делал, что это не было, мне кажется, нарочито, как там, ну, вот скажем. Не было отталкивающим, да? Правильно я, или это я уже сказала? Нет, не отталкивающим, просто, скажем, в современном, дрэгги, это прям, ну, это же очень такое все нарочито, если ресницы, то они такие огромные, если там, это все очень такое яркое, это шоу скорее, а тут оно такое, какое-то вот не, не гипертрофированное, и, мне кажется, это интересно как раз. потому что для нас это была вот, это очень главный пункт, и мы будем еще немножечко его прорабатывать, потому что все это началось у Игоря, вся эта трансформация, вся эта игра, она что же началась с этой фотографии, да? Так же, как у вас? Ну, в какой-то степени, мне кажется, ну, это фото для него... Толчок. Да, это такой триггер был, потому что, естественно, у него... Ну, там есть этот момент, что у него же вот, когда он узнал о беременности Ани, у него, видимо, всплыла эта вся история с уходом его папы, когда он был маленьким, и вот опять эта вся история с воображаемым другом каким-то образом там активировалась, но вот это фото, оно как бы стало направлением, в какую сторону появился этот воображаемый друг. Вот, и поэтому мы тоже пытались понять, что именно он увидел, что она настолько сработала в нем. Все, ребят, я больше не спрашиваю, а не спрашивайте вы. Вот, но все-таки была между Кокто и Барбет, или ее не было? Простите, еще раз, я не не хочу услышать. Была просто Кокто и Барбет, сексуальная? Вы изучали? В реальной жизни была, видимо, ну, как бы там очень непонятно, об этом мало, что есть, видимо, да, и, видимо, они, ну, какое-то время очень короткое, повстречались и не залазилось, но она была, видимо. Да, но потому что нету каких-то там источников, чтобы было сказано точно, что вот, вот было, да, но, скорее всего, было, да. Потому что в пьесе это тоже так вскользь, ну, оно вот, оно вскользь, потому что я думаю, что, что, что там на самом деле было, что как-то он действительно, ну, как-то очень влюбился в Барбет как образ, а, ну, а сам человек Вандер Клайд, он все-таки сильно отличался от этого образа, и, ну, видимо, поэтому не, не, не получилось. было на что посмотреть. Да, но это все такое вот не совсем там понятно, что, что, что там на самом деле было, но... Да. Вот. Да, и потом же он же его снимал, он же его снимал и в крови, да? Да, 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 он там есть очень так в паре кадров, но, но есть. И вот эти, кстати, фотосессии все, они же были тоже по заказу как то, собственно, как иллюстрация к эссе. Он, значит, написал эссе об Барбет и вот во всем этом номере, и, значит, эти фото Монрея, они были как иллюстрация к изданию. Я как раз поделюсь, покажу фотографию, есть или... Да. для того, чтобы уже понятно было. Хорошо, вот он наш как-то. Есть еще вопросы, ребята? Да, много. Вопросы есть. В пьесе Игорь имеет, ну, там, это сказано прямым текстом, что он имел какие-то скрытые гомосексуальные наклонности, да, и я хотел понять, как для вас это связано. То есть, получается, для меня такие две параллельные линии, стремление к красоте и вот это вот гомосексуальная неудовлетворенная какая-то страсть, которая ищет выхода. Как для вас связаны эти линии, связаны ли они вообще, или одна является следствием другой? Ну, это хороший вопрос, кстати. Мне кажется, они есть ну, как-то параллельно, потому что эти все его, ну, желания, он же никогда их не реализовывал, и поэтому оно вот как-то у него там маячит, видимо, в подсознании и, ну, может быть, через эту вот историю с как-то оно как-то тоже находит выход, потому что все, что он не может делать в реальной жизни, он как-то перенаправляет вот в эту фантазию. Ну, вот как-то так, я думаю. А вы если не секрет сами, как относитесь к гомосексуалистам? Нормально. 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 В смысле вы сейчас, есть разные на эту тему мнения там. Кто-то считает это отклонением, кто-то считает, что это вообще какой-то вариант нормы, да, то есть это то есть когда я говорю отклонение, я не имею в виду, что это нужно срочно лечить, да, а просто то, что ну вот не повезло, условно говоря, да. Ну, слушайте, у меня есть много там, не знаю, знакомых геев, они все в общем довольно счастливы в личной жизни, но я бы не сказала, что им не повезло в чем-то. Ну, вот оно так. Ну, как-то реально я не воспринимаю это как там, не знаю, какую-то личную драму людей, то, что они геи, потому что если они геи и вполне там себе счастливы в паре, в семье или как-то еще, то какая разница, собственно. Ну, просто вот после прочтения пьесы сразу понимаешь, что особенно здесь, в Европе, да, и в принципе сейчас везде в мире, прочитав или поставив эту пьесу, ты абсолютно точно поднимаешь этот вопрос, затрагиваешь его. Ну, да. Кстати, очень нейтрально, в чем нужно отдать вам должное, вот, очень, то есть совершенно непонятно по этому вопросу возник, вот, ваше личное отношение очень мягко, очень нейтрально, очень великатно, вот, но при этом как бы она есть. Ну, конечно, эта тема есть, просто как бы учитывая, что сам Барбет абсолютно точно был геем, как бы сложно ее не... не старались это сказать. Да, потому что, ну, как-то, мне кажется, реально, было бы странно, если бы, ну, такой абсолютно гетеросексуальный мужчина мог бы делать то, что делал он. Ну, может и мог бы, конечно, но как-то, мне кажется, это какие-то все-таки взаимосвязанные. Времена, мне кажется, могли бы, там же раньше и... ну, это вообще шекспировские времена, когда еще играли. Актеры-то, конечно, но вот прям такой бурлеск, ну, ну, вот, ну, сложно сказать, но, ну, как-то, мне кажется, естественно, эта тема, ну, ее там просто не может не быть, потому что и как-то был геем, собственно, и, ну, как ее еще обойти вот в этих двух исторических людях, ну, вот, она есть, да, но это потрясающий контраст, что вот эти две фантазии, два мира, здесь он совершенно нормальный, у него женщина беременная, вот, и мама никогда ни на полности не видела, и в принципе, как-то, не знаю, мне почему-то в реальной жизни он представляется очень мужественным, и в этом-то и есть вот этот парадокс, парадокс, что вот там вот он затрагивает такие фантазии, а что было бы, если? Ну, сколько семей у нас, да, вдруг распадаются, вырастив детей, и мужья благополучно уходят к своим друзьям, уходят в вондер, большого удивления уж и мы и детей. А много таких случаев, кстати, да, вот они реально есть. А до этого был совершенно мужественный мужчина внешний. Нет, там кто-то что-то хотел сказать. Нет, Саш, давай. Я? Ну, я, знаете, что хочу сказать? Я сегодня как раз утром перечитал финальную часть, финальную, сцена. И вдруг я понял, что это настолько получается, что это очень хорошая метафора, когда он такой, как падший ангел, когда он как бы разбитый этот ангел лежит. Это очень красиво написано. Спасибо большое. Это закладывалось, что он как ангел. Это очень здорово, это очень красиво и очень многогранно, как бы там много планов открывается за этим. Спасибо. Это очень приятно. По поводу финала, у меня был один вопрос, который меня мучил с самого начала прочтения этой пьесы. Почему мальчик и девочка? Почему мальчик и девочка это лучше, чем мальчик и мальчик? Потому что в его случае это важно. Потому что это... Ну, мне хотелось бы, конечно, чтобы это немножко примирило эти две реальности. Ну, потому что и он же как мальчик и девочка. А там, ну, эти мальчики, они все-таки так воспринимались им как что-то такое, ну, враждебное и чуждое, и, ну, как такой символ вот этой вот навязанной мужественности. А тут, ну, это какое-то такое примирение с реальной жизнью. Ну, мне хотелось бы, чтобы оно было. Поэтому вот как-то это важно. Ну, мне было, чтобы это именно мальчик и девочка было. Чтобы это был баланс какой-то этих его двух сущностей. Постарь контуру. Вот. Ну, он выжил? Ну, я надеюсь, да. То есть, вы тоже такие, как бы, он зимой валяется в снегу. Ну, я надеюсь, что выжил, да. Ребят, в нашем варианте тут сложно будет со снегом. Ну, да. В квартире. Если на сцене еще мог что-то придумать. Да, придется делать десятилетие фирмы. Я могу сделать только так, что как-то исчезает в песчаной буре. Он Владимир, кстати, да. Между прочим, у нас бывают такие, что вот так руку протягиваешь и не видно руки. Вот на расстоянии вытянутой руки ты не видишь кисть руки, потому что вот так стоит песок. Ну, это, конечно, крайне редко бывает, но бывает такое. Вы ходите в масках, да, такой совершенно дилетантский вопрос. Ну, вообще-то сейчас все ходят в масках. Это не только мы. А? Сейчас все ходят в масках, не только мы. Нет, я говорю, да, сейчас вируса нет, допустим, вируса нет, песчаная буря, и, то есть, как вы ходите? Ну, вообще можно, да, одеть, конечно. Можно не одевать, самая лучшая маска от песчаной буря это автомобиль. Ага. Надеваешь на голову. И руку мы высовываем в окно. Да, да, да. Ладно, по теме. Вернемся к нашим барбетам. У нас с Мариной Владимировной клаш такой двух миров, да? Да. Это абсолютно заметно, и в этом я чувствовала, что вы прям на этом акцент делали. Но все-таки нам непонятно в некоторых моментах, когда Марина Владимировна, которая совершенно очевидно, очень такая достойная, пишите достойная. Нам непонятно, это кому? Нам. Нам с Господи Саулой, с Мариной Владимировной хотел сказать. А, окей, извините. вот, Марина Владимировна не знает, что такое паста? Почему она не знает, что такое базилик? Неужели... Мне кажется, она знает, что такое паста, она придуривается, чтобы больше конфликта было. Ну, ее же бесит эта вся история, поначалу, во всяком случае. И это очень раздражает, потому что ей нравилось вообще нормально жить одной. тут появляется сын, с какой-то беременной девушкой. Что за девушка, совершенно непонятно. Вот они приезжают в ее квартиру со всякими, там, не знаю, мультиварками и прочим. естественно, ее тоже раздражает в целом. Поэтому она такая, она же, она, ну, так, стервит немножечко. Очень хорошо, потому что я прочитала это немного по-другому. Я прочитала это несколько по-другому. Я прочитала это как человек, который не очень заинтересован действительно во всем европейском, не очень пытается это понять. И это такая вот традиционная русская женщина, которая с традиционной русской кухней. Нет, это мне кажется, ну, вот я ее так не писала. Она действительно, она, просто ей, ну, как-то хочется дать понять, что, ну, как бы, you are not welcome. Нет, это очень хорошо, это здорово, это здорово, это даст еще больше, это действительно выводит на более высокую... Она же, она все-таки работает, она такая, ну, вполне себе современная, не очень там, она же не бабушка-бабушка, ну, такая вот женщина, да. Вот она сидит, то есть ее бабушкой ты и не сделаешь, зачем? Ну, да, и поэтому она, она просто, она, мне кажется, реально вот, вот, ну, как-то ей надо показать, что, как бы, извините, но есть какие-то проблемы у нас, да. Нет, тогда это хорошо, тогда это очень хорошо, да. Почему тогда по ходу пьесы вы их примирили? Ну, мне показалось, что при всей там какой-нибудь тервозности, она же очень такая, ну, она хорошая женщина, в принципе, она, она видит, что происходит, ну, непонятное что-то, что ее сын, вот он как-то не очень эту Аню поддерживает вообще, что он как-то пропадает все время, что он с ней не общается, что она вам плачет все время, она как-то расстроена, ну, это, мне кажется, вполне, ну, естественный шаг с ее стороны, потому что, как бы ее там не бесила эта вся история поначалу, но, как бы, в перспективе это все-таки мама ее внуков, и, ну, надо как-то все-таки, ну, жить вместе, и поэтому это, мне кажется, как раз, ну, вполне такая логичная реакция на то, что она пытается компенсировать там, то внимание, которое явно не дает ей Игорь, ну, вот что-то хотя бы сделать, чтобы она не расстраивалась, да, все время. Крови разная бывает, да? Ну, да, она все-таки, она такая, она по началу стервозная, но она в целом, она, мне кажется, вполне себе такая, она нормальный человек адекватный, да, поэтому вот. Ну, а какой вы видите тогда в свою очередь Аню, потому что я ее почувствовала как человека доброго, такого, ну, она милая, она очень хочет понравиться, но при этом она современная и очень упрямая, и вот этот момент, когда они раскладывают, когда Марина Владимировна раскладывает ее вещи, разбирает ее сушилку, что там, там конфликт, Аню это... Там конфликт, конечно, потому что, ну... Аня секует? Нет, ну, это, мне кажется, такая история, потому что, ну, в любом случае, они же, ну, это незнакомые люди, по сути, они, значит, начинают вместе жить, и вот это, значит, свекровь, там, будущее, или что, она, значит, начинает, ну, реально лезть в ее вещи, там, и свитер замачивает, и то, и все, ну, это неприятно все-таки, потому что, это, мне кажется, очень, ну, такое явное нарушение каких-то границ, потому что, одно там дело, вы договариваетесь, там, кто моет посуду или что-то, но, когда это твои вещи в твоей комнате, ну, конечно, она начинает как-то так реагировать, потому что, ну, это такое, вторжение в пространство, да. Да, я попробую сейчас, если это реально вообще, то есть, я попробую дать кусочек из, мы делали, вот, когда одна из репетиций, это была как раз вот самая первая, первая репетиция этой сцены, да, более-менее в действии. Секунду, я попробую сейчас поделиться. Так, пора владевать, конечно, техникой всего этого, потому что, иначе, как-то не весело. Со звуком могут быть проблемы. Не стоило, вот, я не олегу даже говорить, ну, правда. Я вот не знаю, как это эхо, Анжелочка. Плохо, да, со звуком плохо, да. Есть просто, есть просто большое эхо, если ты у себя просто часть громкости. Потому что у меня через компьютер всегда идет эхо, то есть, нет, тогда мне надо найти как-то другой путь, тогда я пока... А ты не можешь свой собственный микрофон выключить, через который ты говоришь? Да, кстати. Да, я могу его выключить, и тогда, наверное, это хорошая идея. Выключить микрофон и продолжать говорить? Это хорошая идея. Не идет ни звук, ни видео, Анжелик. Нет. Видео нет. Это был театр одного актера, да? Да, и микрофон. Нет, мы тебя не слышим. Ничего не слышно. Мы тебя не слышим. И микрофон, женщина. Видите вы меня! Сейчас мы тебя слышим. А то! Я ж не знаю. Ладно, давайте разговаривайте, а я буду пути искать. Я вот еще, знаете, что хотел спросить, Маша? Вот вы сказали, что поскольку там у Игоря, у него есть в детстве какой-то эпизод, связанный с отцом, да, и получается, что потому что я ищу как бы линию, как то именно вот в этом его варианте, который у вас. И получается, что там есть вот это отцовское тоже, как бы такой, он как наставник, он как, то есть, он в меньшей степени партнер, если так грубо можно сказать, да, в каком-то сексуальном плане. нет. В данном случае он как бы его вытаскивает в какой-то мир красоты, и то, что гомосексуальная вот эта линия, она как бы остается немножко так тонко на заднем плане, правильно? Ну, вот сложно сказать, потому что это, мне кажется, это можно делать и так, и так, в принципе, но как бы эта ситуация с отцом в детстве, она скорее, она, мне кажется, не про как то, как отца, ну, как фаза фига, да, а про то, что он оказывается в той же ситуации, и, как бы, объяснить это. Ну, вот если у него там, не знаю, в четыре года ушел отец, и сейчас он думает, что он должен стать отцом, а он им не хочет быть, в принципе, то у него вот как бы включается тот же механизм ухода от ситуации. В детском случае это, ну, он уходил от отца, а тут он уходит от того, чтобы стать отцом. То есть как бы это просто вот, ну, выход в какой-то вот этот вот воображаемый мир, в котором это все как-то починится. Вот так скорее. Потому что мне кажется, что там эта линия, ну, их отношений каких-то, она там, конечно, есть, потому что, ну, она не явная, но там есть вот это вот какое-то такое напряжение между ними. отеческое чувство, да, я думаю. То есть оно такое, все-таки оно, мне кажется, есть. Присутствует все-таки, да? Присутствует, конечно, да. Как учитель, как проводник такой в этот мир. Да, 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 да. Угу. Окей. И получается, что как-то он такой больше мистическая фигура, не такой, не совсем такой, каким он был в реальности, да? Нет, конечно, да. Мы много смотрим всяких его материалов и образов, у него разные образы в разные годы жизни, у вас он в пьесе среднего возраста, да, то есть он как-то малый немножко. Ну, он, он, конечно, он такой воображаемый жен как тот, то есть это не совсем прям такая реальная такая фигура. Да. То есть не совсем. хотя он там, конечно, периодически разговаривает какими-то цитатами из дневников как-то и вот это все там есть, но он, конечно, от этого образа как-то, ну, как бы достоверного, он отходит к концу истории, то есть он прям становится вот прям химерой такой совсем. Ага, окей. Но вот мы это ищем, мы как бы ищем вот эту грань, чтобы он был похож немножко, ну, собственно, как бы мы идем в этом смысле, наверное, по вашему замыслу. Важнее всего это для того, чтобы показать не как то, а мир как то, а как бы все его образы, то есть это, скажем так, как то, который уже там, в другой реальности. Ну, в общем-то да, это, конечно, уже такое. И очень, мне будет все-таки очень важно показать еще эту гомосексуальную не связь, а вот именно это лезвие бритвы. Да, потому что они там так... Он может свалиться? Может по нему, да. Ага. Вот. Вот, и я думаю, что актер, жалко, что я не могу сейчас, я не подготовлена, мы технически, я технически еще только осваиваю кое-какие вещи в зуме. Вот. Но на самом деле, то есть ребята уже нашли более-менее эти образы и как-то у нас уже... То есть Коктовский стал совсем. А Коктовский, да. Коктовский. Вот. То есть Игорь находит вот это вот свою внутреннюю жизнь. Что еще я хотела сказать? Забыла. Вспомню, скажу. Вы пока разговариваете. А у нас, а у нас есть еще кусочек вот пятой сцены, который, помнишь, мы недавно... А может через телефон вот так? Я не могу. Может через телефон как-то выпендриться? Знаете, если кто-то из вас поделится, ребят, то тогда у вас получится, потому что у меня работает одновременно два компьютера. у нас есть ссылка, пожалуйста, тогда я попробую. А как можно, например, запустить то, что сброшено через WhatsApp сюда? Саша, ты как-то исчез? Ты видео свое выпустил? Он переключился. На телефоне потому что. Я на телефоне, да. Все, я появился обратно. Все, я не буду. Уходи. Уходи. Как-то исчезает. Только быстро надо так-то. У нас же это есть. Мария, вот если попытаться так восстановить хромологический порядок событий, то есть сначала была фотография, да, а потом... Вот что было потом? То есть потом было... Вот когда началось вот это переодевание, переодевание, раскрашивание в ванной? Нет, Сначала, на самом деле, нет. Сначала он узнает о том, что они беременны. А, это самое первое, то есть до фотографии. Это первое событие, это до фотографии. Он узнает о том, что она беременна. Он исчезает, ну, как бы, из ее жизни, потому что она там говорит в какой-то момент, что он отморозился и там появлялся какое-то время. Вот он исчезает. И вот в этот момент, видимо, ему попадается это фото, и дальше начинается вот эта вся какая-то трансформация, которая, видимо, занимает где-то три месяца до того, как он решает, что надо, значит, Таню все-таки перевести. трансформация. А почему? Прости, Пит, а вот этот, что было сначала, как-то или переодевание? Или как-то произошло? Видимо, как-то было сначала. Да. Видимо, как-то говорит в какой-то момент, что Игорь создал глаза смотрящего для того, чтобы был вот этот вот, как я понимаю, вот альтер-эго, которое могло бы как бы объективно оценить вот, насколько он видит. Да. Но я думаю, что он как? Он увидел это фото, там, не знаю, стал читать как-то, потому что там же есть вот эта история, что как-то он говорит, что все, что там я говорю, ты прочел когда-то, да, обо мне. Что он почитал, видимо, как-то и у него вот как-то начал формироваться этот воображаемый друг, эта тульпа, потому что эти тульпы же в целом, ну, это реальная штука, ну, реальная, да, потому что люди занимаются этим и как они это делают с помощью каких-то медитаций, то есть они вот как бы прямо медитируют этот образ и в какой-то момент, если они это очень долго видимо делают и очень как-то так насыщенно этим занимаются, он отделяется от сознания и вот они с ним как-то там начинают общаться. Это тоже интересный момент. Это очень странная штука, но это реально, ну, вот люди это делают. Да, просто не всем понятно, как Игорь, он сначала, как, он сначала как-то про него прочел, а потом решил этим заняться. Вообще у Игоря сохранился воспоминания о его обожаемом друге, который был детстве или об этом не в курсе? Может быть и нет, но видимо это так и... Я буду делать себе тульпу, да. Полез на форум, так, как делаются тульпы? Ну, скорее всего, да, иначе он, мне кажется, он бы не... Интересно, как он понял, что это ему поможет вообще, что это то, что нужно, тот путь, который требуется? Или же вот он помнит о том, что у него был этот друг в детстве и просто решает это сознательно сделать вот... Может быть, это потрясение какое-то? Ну, потому что в детстве это же, ну, он не сам это сделал, а... да, да, вот именно, что мне кажется, что в любом случае я бы скорее себе представил бы, что он... у него начинает... он начинает слышать этот голос и потом уже как-то он пытается... Может быть, да, и так. Как бы найти этому рациональное объяснение и рациональный способ управления этим. И поэтому он на форум и ищет информацию. Может быть, может быть, да, вполне. У него было с детства это предрасположенность, предрасположенность, да, у него есть она в целом. То есть она была и есть, и я думаю, все-таки по этим форумам он как тонкий такой человек, он все-таки давно уже там где-то ходил во всех этих форумах, занимался какими-то... Может, и ходил, да. Покаживал. Чем-то, ну... Может, это просто потрясение психологическое, что... Это... И когда это случилось, я так думаю, что он уже конкретно знал, куда обращаться, уже знал конкретно к этому, куда это, и, как сказать, это... Оттачивал инструменты. Потом он же его три месяца растил в вашем варианте, да? Да, 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 да. Месяца растил, как раз три месяца, да? То есть вы сделали... Да, и это беременность, и он там тоже дорос. То есть, что Игорь это мгновенно вот решил, нет, буду делать, и полез. То есть там у него все было уже готово, все подготовлено. И гомосексуальное начало, и эзотерическое, и шизофреническое, когда в детстве он слышал... А куда же не совпало все, да? Тут все совпало, триггер появился. Да. Получается, что в вашем как бы представлении вот эта вот вся история с как бы с реальным переодеванием, у него же есть много чего происходит в голове, но реально происходят же какие-то вещи, да? То есть он реально в ванной красится там, начинают тренировки эти. Это как бы самая последняя стадия была. То есть да, есть и вот эта реальная штука тоже, ну чтобы видимо все как-то так. ощущалось не только там в его фантазиях, а чтобы это прям вот прям было. То есть человек делал. Человек сделал, да. Мужик сказал, мужик сделал. что, я попробую расшарить экран. Ну то есть небольшие такие кусочки, но... да, но звука-то нет. Звука нет. Звука нет. Слышим, слышим, что не слышим. Почему нет звука? Я думаю, что это так задумано. Ты расшариваешь экран, но звук-то... Знаешь, так не задумано вообще, собственно говоря, то мы что-то где-то видимо не умеем пока еще нажимать, потому что у меня, у мужа постоянная конференция, они показывают операции. Со звуком? Со звуком? Со звуком, потому что там еще и кто-то презентацию делает рядышком, тоже видео Алфнаме и, ну, как бы снято видео, да. Надо просто понять, как расширить файл. Сам файл. Ладно, ребят. Ладно, давайте тогда сейчас не будем показывать, потому что мы не первый самый раз... Ладно. Покажем, конечно, в варианте. Всех я. Мы не первый раз встречаемся. Не смогли показать, потому что там уже такой... Мы пытаемся добиться безумной достоверности. То есть, никакого актёрского, вот, а просто как в жизни, да? Да. Я имею в виду вот в случае с Анечкой в жизни. Потому что там совсем другое. То есть, там просто как то, как коктовская стилистика, фильмы, чёрно-белая. Да, да, да. Это очень правильно, мне кажется, потому что это прям такие два разных мира. У вас два совсем разных мира, и только так можно показать безумным контрастом. Вот. Мы вчера думали и решали, это было интересно, конечно. Мы искали профессию возможную для Марины Владимировны. Потому что я очень хочу показать ещё внутренний мир за счёт внешнего Анечки, а это музыка Боб Марли, да? Да, да, да. Йога, музыка йоги, какие-то Ройхерштебли по-русски. Палочки благовония. А, да, да. Палочки благовония, там она начинает свою эту йогу, всё, ну, то есть, и когда... То есть, это её мир, специальная одежда, естественно, такая она, более-менее такая, дома она. Да, да. И хорошее питание, то есть, такая девочка. Это слышно в музыке, это слышно во всём. И вот мы думали, как показать мир мамы так, чтобы было тоже видно. Вот искали профессию, которую можно вот знаково как бы обозначить. Хорошая вопрос. Вы не закладывали? Нет. Вот какой бы у неё мог бы быть внутренний мир? Ну, может быть, она какая-нибудь, я не знаю кто. Ну, чего я тебе знаю. Мы не будем пока говорить, к чему мы пришли, потому что пока создатель у нас... Она такая, она, мне кажется, вполне такая, ну, не... Ну, то есть, это не рабочий класс, какой-то, а может быть, она преподает где-то, или она вот какая-то такая, ну, что-то такое. Переводчица, может, какая-нибудь. Ну, вот что-то такое, вот, вот, какое-то. вы как раз это думали, переводчицу ещё не думали. Переводчица тут это, friends with benefits. А, да. Не подходит. Ну, она может, она может преподавать реально что-нибудь, вполне себе, где-нибудь. Friends with benefits. Нет, нет, Анечка. Friends with benefits. И вообще-то я переводчик арабского, но он... Вполне может быть, да. Ну, здорово, и везде арабские иероглифы. Ну, иероглифы, а арабские... Но тут как бы тоже, знаешь, по лезвию, по лезвию ножа. Да. Если арабская мязь. На социальные темы, да. Мы пришли к тому, что вполне возможно, то есть пока думаем, что вполне возможно, всё-таки она врач, это независимо от этого. Может быть, врач, да. Потому что, когда она приносит стирку, бельё, она могла, то есть она тут же одной рукой, вот она может вешать, как раз халат, а когда она приходит один раз, когда Аня плачет на кухне, то она ведь тоже может из сумочки там на заднем фоне, она уже может вынимать халат свой, да, и так далее. да, да, вполне вот, кстати, врач, да. Чтобы сразу обозначить. Мы ещё дали в руки, даём в руки книги. То есть она периодически, там, книги по искусству, ну, там, что она может что-то там перекладывать или куда-то выкладывать из сумки и так далее. То есть обозначить, что человек интеллектуальный, развитый, врач. то есть вот к этому мы пока пришли. вполне, мне кажется, она может быть врачом действительно. Ой, у тебя теперь две свекрови. Нет уже. Да, да, да. есть ли ещё у вас, ребята, вопросы? Игорь, как вообще к они относятся? Это просто девушка, с которой они там периодически... Ну, да. ...с самого, и вдруг она залетела. Ну, в принципе, да, потому что явно там у него нету каких-то особых чувств. Ну, так. А она его любит, судя по всему, да? Ну, скорее всего, да. Она всё-таки, у неё есть эти чувства, она пытается, там, что-то как-то... А он, конечно, её перевозит к маме, вот это всё, ну, потому что, ну, вот уже всё. Мы с чувству долго, что вот надо. Мужской поступок, да, как мама? Ну, как бы, да, вот он же не может её прямо бросить, вот, что-то надо сделать. Ну, вот он сделал, а дальше уже всё. Да. Потому что он достойный человек, и вести себя надо достойно. Как мама говорит, да. Хочешь, не хочешь, а приходится. Приходится, да. А кто может быть по профессии Аня, на ваш взгляд? Где-нибудь офисный работник? Офисный работник, мне кажется, она, да, в каком-то офисе работает. Да. Ещё интересно. На институте она закончила? По тексту? Ну, да. Ну, она работает в каком-нибудь офисе, таком нормальном, московском. Вполне себе работает. Угу. Сама из глубинки, как бы, всё добилась. Да, да, да. И у вас сама, да? Да, лимита. Ну, она, в общем, лимита, действительно. Лимита. Да. Вот. То есть, мальчик мог бы найти девочку с московской пропиской, из порядка? Он мог бы, да. С квартирой. Не к маме тащить. По-человечески как-то познакомить сначала, привести. Да, тут. Ещё мы гадали, я помню, о том, каково положение Игоря на работе, реальное. Потому что, как то в одном из, значит, в одной из сцен говорит, что он ценный работник, но мы так и не поняли, это он просто так его хочет таким образом подбодрить? Или там есть... Нет, мне кажется, он обычный работник. Давайте так, каждый актёр отвечает за себя. Потому что это у нас небольшие как бы разговоры, да? Сейчас очень важно с твоей позиции понять. Я просто, он абсолютно обычный работник, и это скорее такая... сарказм какой-то. Так то, не то, что он реально там ценный работник. Он как Аня вот работает в офисе, он в таком же офисе. Как он относится к своей работе, вряд ли он мог бы быть каким-то... Конечно. Нет, он что-то там дизайнит в офисе, вот опять же, зарабатывает какие-то деньги. Но это явно не что-то такое, что он там прямо любит эту работу и обожает это всё делать. Нет. Работает и работает. Такой. Потому что в нашем варианте я делаю упор вот с Игорем на том, что, собственно говоря, это желание, безумное желание с детства, которое было, это желание, чтобы его всё-таки оценили, полюбили. Да, конечно. Чтобы тут же, ну то есть это доказать, это постоянно доказать и заслужить любовь, получить любовь, признание. И в данном случае для меня это слово было ценное, ценный работник, ценный работник, это инструмент воздействия с кактом. Наверное, да. Но мне кажется, с отношением к этой работе, ну он же реально, вот у него есть эта фиксация на там красоте, безупречности. То есть, ну, ему на самом деле довольно противно эту работу делать, уж так, если на то пошло. То есть он как бы делает, но так вот его это всё время как-то раздражает, видимо. Ну да, если ты дизайнер, тебе, это такая профессия, ты не знаешь, что тебя каждый день зовут расписывать... Да, что-то прекрасное делать. Да. А он, видимо, вот реально там фотошопит эти фото, там убирает прыщи на лицах большую часть дня там. Ну вот это всё. Просто он собирается, у него цель. Почему? Он же ведь тренируется и так далее, и так далее. То есть он собирается на этой тусовке компании. Да. Показать свой номер. Ну да, да, да. Номер просто, ах, как! Для того, чтобы, как он потом говорит, ты же ценный, у тебя раньше не было номеров. А вот... Другие танцевали. А теперь вот у тебя номер, да? Номер, ты ценный работник, ценный, у тебя вот твой номер. Готовься. То есть, по сути, он вот весь, весь, всё это время параллельно со своими, с другом, с женой, с детьми. То есть он параллельно, у него цель одна. Он готовится к этому акту. То есть он готовится к этому дню, к этому часу, к этой минуте. Да, да. Почему и тренировки, почему и краска. Это же не просто краска, это тренировка, это всё он... Какой-то вот к той минуте, вот тогда оно совершится, вот тогда оно реализуется, и тогда я докажу. Ну, как детка говорила ребятам, да, и все меня сразу полюбят, и все будут плакать, и все просто, и все увидят, ах, и вот оно совершится, я буду им. Вот. А как то, ну, как то пытается его вывести, по сути, уже за грань. Да. Вот, кстати, очень важно понять, как бы, за какую грань, потому что она, она как бы, вроде как, подразумевается, но в прямой об этом не говорится. В чём эта грань? Ну, нет, он убить его просто хочет. То есть он его хочет просто, чтобы он перешёл в мир иной, да? Ну, вот поверили. Не совсем, да. Да, поверили. Спасибо, автор. Да, да, да. Ну, я, как бы, если честно, намеренно это не говорю так вот, прямо в лоб, ну, потому что, пусть лучше оно так будет. Заваливаю. Но он, конечно, этого хочет, потому что, чтобы перейти в этот вондер, совсем это надо перестать быть в реальном мире. А как ещё это можно сделать? Ну, либо это сумасшествие просто, да, как бы? Ну, либо сумасшествие, ну, вот, либо, либо совсем. Острее для актёров, ребят, для вас же лучше. Острее — это когда, вот, действительно, убить. Потому что тогда проще отказаться. Потому что тогда немного более понятно, почему Игорь отказывается от всего этого, почему он бросает, потому что это вопрос, жить или мирить. Да. То есть, по сути дела, моя главная линия — просто перетащить его на свою сторону. Да, да, да. Любыми способами. Ну, в общем, да, он действительно же так начинает манипулировать довольно сильно под конец. Спасти. Не перетащить, ты его спасаешь. Ты его спасаешь от этого мира. Ужаса от этого. Да. Дети. Еще я хочу спросить такой момент. Там есть некая такая капризность в характере, в характере как то, когда он, ну, я сейчас уйду, да, вот если я исчезну, что ты будешь делать, да? Да, 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 есть, конечно. Есть вот эта грань, да? Он манипулятор, да, он же, он же, по сути, он все время, ну, как-то так провоцирует вот эту привязанность, что я, я вот и уйти могу, я, я и то могу, я и все могу. А ты что будешь делать, если я уйду? Ну, действительно, этим занимается все время, да, конечно. Окей. Есть, есть, есть. Мне нравится, что он курит опиум. Он это делал и в реальной жизни, в большом количестве. Анжела, ты хочешь для достоверности настоящий? Я не знаю, надо посмотреть по цене, то есть, по тянем линии. Сколько стоит опиум? Да, дальше, ребят. У меня есть вариант вайпер, как бы, на всякий слой. Я так понимаю, что если ты куришь опиум, ты вряд ли сможешь при этом диалог вести параллельно. как сказать, наоборот, диалог, знаешь, как льется. Надо вам обоим курить, чтобы эти сцены снимать. Хорошо пойдет. На то пошло, ребят, если мы идем уже по жизни, сможет он говорить, не сможет, то мы же тогда не смогли бы и его снять. Нам для этого надо было, тогда же трепанация черепа твоего уже не помогла. Нет. Можно заменять же ведь периодически, но у нас не будет другого выхода на сигареты, потому что... Конечно, можно, боже мой. Не может, это реально опиум быть. Нет, то есть, нет, ну, я имею в виду. Это ваш выбор, конечно. На руночке такие можно. А ты-то курить будешь? Я? Умеешь, Антон? Я? Беременна. Беременна. Я его научу, если что. Все нормально. Окей. Я представляю так, как курение опиума, что они же просто его, как бы, ну, это все. Ты лежишь просто после этого, ты не в состоянии ничего делать. Хорошо, замечательно. Можно я скажу? Ты там сигареты куришь в ванной. Вот я тебе скажу. А, в этом смысле? Не, ну, я могу для, так сказать, для дела, почему нет. Хорошо. Почему нет? Обкуримся просто все. Анечка не курит. Анечка нет. Давайте, ребята, тогда последние вопросы еще и так далее. Вот, потому как у нас не можем же мы бесконечно держать автора на связи и разбирать. А теперь начнем по фразам. Итак, первая страсть. Самый страшный этап. Так, в общем, мы уже посмотрели, теперь давайте, ребята, конкретно. Кто хотел сказать автор, да? Итак, давайте, ребята, последний вопрос. Ну, я не знаю, по пьесе все понятно, просто вопрос, вы еще пишете, у вас много еще пьес, или может? Ой, ну, есть, есть, да. Уже постановки какие-то? Есть одна постановка в Прокопьевске, одна сейчас будет в Серове. Это две разные пьесы. Будет, ну, вот сейчас должна была быть, но перенесло все, к примеру, мюзикл в Орле. Ну, то есть, есть, есть еще пьеса. Молодец. Спасибо. Мне очень приятно, мне на самом деле было интересно читать, потому что здесь вот, вот это историческое, одухотворенное составляющее, вот этот язык такой немножко возвышенный, и совершенно бытовой язык, потому что вот мы просто его читаем, вот Анжелика призывает, чтобы мы от себя говорили, потому что там же междометие, все, нужно на вас положить, актер должен на себя положить, чтобы легче было. Конечно. Я даже просто читаю этот текст, и он настолько жизненный, как мы говорим в Скайпе, это тоже прикольно, мне кажется, это особое, даже стильное описание, не очень простое. Здорово. Вы говорили даже, что есть такой, такой, Жекспирова такая и есть, как-то, литературное и бытовое. Да. Спасибо. Мальчики? Ну, мне пока что вот на данном этапе все понятно, и мы просто продолжаем вживаться в персонажей, как бы изучать и нащупывать эти линии поведения. Отлично. И вот даже интересно, у Каляды там они реально исполняли какие-то акробатические трюки или как это называется? Ну, там не было бюджета для правильных акробатических трюков, но там он как-то это решил, вот, ну, как бы без акробатики, конечно, но там какие-то танцы, естественно, это же Каляда. И, ну, оно в целом все такое, он это делал с кальянами, то есть там все время дым и с мыльными пузырями, то есть там они все время так вот еще и... Ну, то есть там, ну, как бы вот трактовка, потому что, конечно, там не было бюджетов на акробатику и прочее. вознесение на трапеции. Нет, этого не было, конечно, но оно все... Ну, то есть оно там как-то вот театральными способами... вообще вся сцена это такая огромная ванная. Такая ванная комната безумно огромная, да. Да. Ну, но вот он, он как-то так это сделал по-своему. Вот я очень жажду это, конечно, увидеть, потому что мне очень интересно. Но это выглядит очень, оно такое яркое все, там все такое вот яркое, с какими-то пузырями, то есть там вот такой прям вот какой-то мир особый получился. Здорово. Интересно. Ну, оно такое менее, скажем, реалистичное или там какие-то двадцатые годы или что-то, но оно вот прям такое какое-то выдуманное. Мир фантазии, да? Да, да, да. То есть он так пошел. Что не нравится смотреть, то, что поставили? Бывает такое очень мягинное? Было с читками так, было вот несколько читок, которые мне прям не зашли, скажем так, но это редко, кстати, бывает, потому что чаще все попадает. то есть реально это вот... Если не зашли, то тогда есть дискуссия на эту тему? Ну, как вам сказать, с читками нет обычно, потому что это читка и не каждая читка дальше выливается в какую-то постановку и, ну, как бы, что тут можно сделать? Но пару раз было так, да, что мне прям не понравилось. Но с постановками пока не было такого. То есть то, что я видела, оно все вполне себе соответствовало моим представлениям о том, как оно может быть. Да. Хорошо, ребят, тогда спасибо. Спасибо вам огромное за вопросы. Очень, мне кажется, они по делу были очень интересные. И я рада, что получается что-то, что вот какой-то процесс пошел. Это очень приятно. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Марина. было приятно. И попробуем, ну как, мы в любом случае на связи и будем периодически. Будем на связи. Да, да, конечно, давайте. Спасибо большое за ваше время и за ответы. Творческих успехов вам. Спасибо большое. До свидания. До свидания. До свидания. Счастливо. Всех благ. Счастливо. Спасибо.